На одной волне с городом. Радио. Молтком. Да, добрый день. Ещё раз и добрый вечер. После небольшого перерыва мы вновь вернулись в студию с нашей медицинской передачи «Изри в корень». Профессор Игорь Салаватин, у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. О чём мы сегодня будем говорить в эту дождливую осеннюю погоду? Да-да, вот как раз тема погоды навела, даже тема передачи. Эта передача будет сегодня посвящена вирусным заболеваниям глаз, которых очень много сегодня в нашей медицинской истории. И не только конъюнктивит. Да, к сожалению, не только конъюнктивит. Но для разминки мы все знаем и слышали о такой довольно распространённой патологии, как дегенерация сетчатки и отслойки сетчатки. И так вот, в основе этих заболеваний считается, что тоже лежит вирусная инфекция, в первую очередь. Поэтому вирусы совершенно не безразличны. И их огромное множество. Поэтому нам надо сегодня постараться разобраться, в чём же отличие одних вирусных заболеваний глаз от других. Это первое. Второе. Какие жалобы предлагаются пациенту. И терпеть при этих заболеваниях, это второе. И третье. Какое же существует лечение при вирусных заболеваниях глаз. Но начнём, наверное, с того, что наиболее распространённой проблемой сегодня является, конечно же, конъюнктивит. Конъюнктивит – это воспалительные заболевания слизистой оболочкой глаза. И они проявляются по-разному у каждого человека. Но есть и общая симптоматика, о которой все мы должны знать. В первую очередь, это чувство инородного тела в области глаз. Человек ощущает, что что-то попало в глаз и не понимает, что вроде не прилетало мимо пуля. Не было какого-то хлопка выстрела. Дальше. Человек не работал со сварочным аппаратом. Поэтому не попало окалина. И, в принципе, не было повода для попадания какого-то инородного тела. А вот чувство, что туда что-то попало, есть. Это самое первое. Жалоба у этих пациентов, которые приходят с проблемами слизистой оболочки глаза. Вторая жалоба, довольно распространённая, – это покраснение глаза. И связана она с тем, что любая воспалительная реакция, она связана с расширением сосудов. И вот это расширение сосудов, как компенсаторная реакция организма на воспаление, является тоже одной из основных жалоб при конъюнктивите. А при вирусных конъюнктивитах, кроме того, что глаза краснеют, присоединяются ещё и такие точечные, я бы сказал, множественные кровоизлияния в области слизистой оболочки. Это является отличительной особенностью вирусных конъюнктивитов, в отличие от других. А из чего это происходит? Ну, при вирусных конъюнктивитах усиливается ломка стенок сосудов, в результате они становятся проницаемыми сначала для жидких элементов крови, как плазма, поэтому вокруг сосудов появляется такая небольшая отёчность, а после этого дефекты стенок уже становятся более выраженными, и тогда клеточные элементы крови, как эритроциты, лейкоциты, начинают проникать в ткани, и возникают так называемые точечные кровоизлияния вокруг сосудов. Это является элементом реакции на токсины вирусов в области слизистой оболочки глаза. Дальше, конечно же, отёк. То есть, отёк у каждого человека при вирусных заболеваниях может быть разный, но характерно то, что этот отёк, он довольно быстро проходит. То есть, он бывает в течение 24 часов, может быть, немножко больше, но всё-таки где-то через довольно короткое время этот отёк проходит. Это при конъюнктивитах. Теперь, это основные жалобы, которые нам предъявляют пациенты. Болезненности нет. Если не вовлечена в процесс роговая балочка, то есть роговица, то нет жалоб и на светобоязнь, нет жалоб на боли, нет жалоб на ухудшение зрения. При конъюнктивитах отдельных острота зрения не меняется. Как можно получить конъюнктивит, особенно вирусный, особенно вот в такую непогоду? В первую очередь, конечно, это при скоплении большого числа народа. Это в школах, транспорте, пребывание в магазинах. Просто элементарно взяться за ручку двери, потом случайно зачесался глаз, потер его. И всё. И если перед этим за ручку двери брался кто-то из больных конъюнктивитом, то элементарно занести в глаз это заболевание. Второй путь, как мы можем занести вирус в область слизистой оболочки, это контакт с какими-то поверхностями. Чаще всего при медицинских исследованиях и чаще всего если эти поверхности были не обработаны. Вот, кстати говоря, именно вирусные конъюнктивиты, точнее их эпидемии локальные, привели к тому, что в мире появились так называемые бесконтактные тонометры, то есть приборы для измерения внутриглазного давления. Раньше внутриглазное давление всегда измерялось при помощи контактных методов, специальными грузиками или специальными так называемыми аппланационными тонометрами, которые давили на роговицу, которая была окрашена в зелёный цвет. Сейчас чаще всего мы используем для скрининговых методов всё-таки бесконтактные тонометры. Во-первых, это быстро, во-вторых, это безопасно, хотя и не очень точно. Для того, чтобы точно уточнить внутриглазное давление в спорных случаях, мы до сих пор пользуемся всё-таки контактными тонометрами. Так вот, контакты с поверхностью медицинских инструментов, плохо обработанными, тоже могут вызывать конъюнктивиты. И, кстати говоря, довольно часто мы встречаемся или сталкиваемся с случаями такой локальной эпидемии в отдельно взятом медицинском учреждении, потому что стоит одному пациенту заболеть, моментально вокруг все остальные могут заболеть. Поскольку это и проходит через контакты, это может быть получено и воздушно-капельным путём. Поэтому надо быть очень осторожными, особенно хорошо обрабатывать руки после того, как вы брались за какие-то ручки в медицинских учреждениях или местах скопления народа. И, конечно же, переспрашивать или просить медицинских работников дополнительно обрабатывать поверхности, куда вы будете ставить свою голову или с теми, которыми вы будете соприкасаться, для того, чтобы не получить вирус в область глаз, в область листой оболочки глаз. Какие же последствия могут быть при вирусных конъюнктивитах, которые довольно часто распространены? В первую очередь, это заболевание роговицы. То есть, вирус может переходить со слизистой оболочки глаза на роговицу, и тогда уже, конечно, надо бить сильную тревогу, потому что в конечном итоге вирусы могут вызвать помутнение роговицы и резкое снижение зрения. Второе, это, конечно, ослабленным людям, у которых есть хронические заболевания не только глаз, но и всего организма. Это в основном те, кто страдает диабетом, те, кто страдает заболеваниями, связанными с воспалительными изменениями в области суставов. Это люди со сниженным порогом иммуночувствительности, это люди, у которых были проведены тяжелые и сложные операции, онкобольные и так далее. Вот у этих всех пациентов, конечно, иммунитет очень снижен, и у них, мы должны опасаться, вот в период, особенно осенне-зимний, заболевания глаз, связанных с вирусными поражениями, прежде всего. Существуют ли методы профилактики? К сожалению, кроме вот таких методов, о которых я рассказал, то есть меньше бывать в местах скопления людей, меньше контактировать с поверхностями в медицинских учреждениях и чаще всего мыть руки. Это банально истинно, но, к сожалению, других профилактических мер сегодня не существует. Нет иммуноглобулинов, нет вакцин против вируса, и чаще всего вирусные конъюнктивиты – это как насморк. Они проходят сами 10 дней, если лечить, и 10 дней, если не лечить, одно и то же. В общем-то, в принципе, конъюнктивиты проходят. Этиологической терапии от вирусных конъюнктивитов, за исключением герпеса, не существует. То есть нету тех капель волшебных, нету ни таблеток, которые бы помогали нам излечить вирусный конъюнктивит. То есть мы сегодня проводим только симптоматическое лечение этого вирусного поражения глаз. Вместе с локальными изменениями у пациентов мы часто наблюдаем и общие симптомы вирусного заболевания, как, например, боли в области глазниц, повышение температуры, боли в суставах. Ну, в общем-то, общая симптоматика гриппа или вирусного заболевания, которое мы все так хорошо наслышаны, знаем, и многие проходили эти заболевания. Что еще может наблюдать человек, который заболел вирусным конъюнктивитом? Ну, это, во-первых, сложности с открытием век по утрам. Веки слипаются, то есть практически невозможно открыть без помощи какой-нибудь влажной салфетки или без того, чтобы протереть веки кипяченой теплой водой. Практически разомкнуть их очень сложно, они не слиплись. Во-вторых, эти пациенты довольно часто жалуются на постоянную усталость глаз. Ну, это и понятно, потому что отек, он дает напряжение аккомодации, то есть возможность видеть на различном расстоянии, и поэтому глаза устают. И если еще есть отек, сопровождающий заболевание слизистой оболочки вместе с роговицей, то у человека наступает еще очень сильная светобоязнь, он не может смотреть на источник света, телевизор он может смотреть только в темных очках, ну и так далее. Поэтому, конечно, при первых симптомах, вот таких проблемных, о которых я вам говорил, это расширение сосудов, то есть краснота глаз, это чувство инородного тела, это появление светобоязни и слезотечения, надо срочно обратиться к врачу для того, чтобы уточнить характер заболевания. Потому что довольно часто, скажем, и острый приступ глоукомы начинается с того, что у пациента есть светобоязнь и слезотечения непонятного происхождения, но никаких симптомов, скажем, вирусного спаления других нету, и при измерении внутриглазного давления врач может обнаружить его резкий подъем. Поэтому затягивать с обращением к медицинским работникам не стоит. Хотя, конечно, надо помнить о том, что при посещении медицинского учреждения вы должны все-таки соблюдать правила общей гигиены. Можно ли избежать осложнений? Осложнений мы, конечно, можем избежать, и мы, кстати говоря, встречаем довольно редко эти осложнения. Но чаще всего, конечно, все зависит от иммунного ответа организма. Я уже сказал о том, что практически капель и таблеток от вирусных конъюнктивитов, за исключением герпеса, не существует. И лечение в основном симптоматичное, то есть мы капаем капли увлажняющей слизистой для того, чтобы не было сухости. Мы промываем глаза какими-то дезинфицирующими растворами. Мы закапываем общую антибактериальную схему. Но это все просто для того, чтобы профилактически защитить глаз от присоединения вторичной инфекции. Других методов профилактики осложнений практически нет. Ну, про осложнение мы поговорим уже чуть позже, когда я все-таки перейду на герпетические поражения глаз. И в первую очередь это касается герпеса роговицы. Вот роговица – это место, где чаще всего появляется вирус герпеса при глазных заболеваниях, потому что роговица очень много нервных окончаний. Как известно из популярной литературы медицинской, вирус герпеса – он тропный к нервным тканям, то есть он живет в окончаниях нервных волокон. И поэтому лечение его довольно сложное, поскольку лекарственные препараты довольно плохо достигают тех мест, где локализуется герпес, и он довольно хорошо защищен сам по себе. Проявление герпеса вирусного кератита – это очень сложная для диагностики проблема, потому что в первую очередь у пациентов жалобы похожие на конъюнктивит, и второе – это то, что изменение самой роговой оболочки происходит не сразу, а только на третий-четвертый день с начала заболевания. Вот здесь как раз и появляется так называемый роговичный синдром, синдром, который характерен только для заболевания роговицы. Это в первую очередь резкие боли, это светобоязнь, это слезотечение, это нарушение чувствительности при герпес-вирусных кератитах, чувствительность роговицы, несмотря на очень обширную иннервацию, снижена. И, наконец, это блефораспазм, то есть спазм век, когда пациент смотрит на источник света. Разомкнуть веки ему довольно сложно из-за сильной светобоязни. Вот это основные проблемы и основные симптомы, которые мы наблюдаем при герпес-вирусных кератитах. Как-то мы уже говорили о том, что роговая оболочка, она состоит из нескольких слоев, и поверхностные слои, это петели роговицы, бомбинумая оболочка, вот все, что касается этих слоев, если они поражены, то, слава богу, при их поражении не остается помутнение роговицы, и заболевание этих слоев никаким образом не создает проблем для зрения пациентов. Поэтому сегодня мы знаем несколько видов вирусных кератитов, которые связаны с вирусом герпеса. Это и вирус простого герпеса, и вирус, так называемый, герпезостр, который, как бы, переходит из кожной поверхности на глаза. Он встречается гораздо реже, все-таки гораздо чаще мы встречаем вирус простого герпеса, и начало этого заболевания, как я уже говорил, просто связано с общими жалобами характерными как для конъюнктивитов, так и для кератитов, а потом мы наблюдаем характерную картину, которая помогает нам все-таки разобраться, что же это такое. При окрашивании роговицы специальными красителями мы видим, что при кобальтовом фильтре освещения, когда мы смотрим в синем свете, места поражения роговицы светятся зеленой краской и напоминают нам веточку дерева. Поэтому поверхностные кератиты глаз мы называем древовидными еще. Так вот, они, кстати говоря, не оставляют никаких следов, быстро проходят при этиологическом лечении, и, как правило, все-таки не имеют тенденции к рецидивам. А вот кератиты, которые связаны с поражением более глубоких слоев роговицы, так называемые дисковидные кератиты, вот эти кератиты и дают нам основные проблемы. И эти проблемы связаны, ну, в первую очередь, с появлением помутнений, а во-вторую очередь, если у пациента снижен иммунитет, то эти кератиты повторяются, довольно часто рецидивируют, захватывают все новые и новые области роговицы и идут глубже, вплоть до перфорации. И были у нас случаи, когда мы были вынуждены срочным образом пересаживать роговицу пациентам с герпетическими кератитами для того, чтобы спасти глаз. И, к сожалению, при герпетических кератитах пересадка роговицы производится не единожды. К сожалению, мы вынуждены пересаживать эту роговицу несколько раз. Каждая новая пересадка, естественно, выявляет все новые проблемы. И в конечном итоге, конечно, побеждает, как правило, вирус. Поэтому мы довольно часто все-таки просим пациента принимать очень активную общую терапию, не только местно, но и в виде общего лечения. Руководитель клиники доктора Сломатина, профессора Игоря Сломатина в студии. Переверемся буквально по минуте рекламы. Не переключайтесь. Не слушайте радио Болтком. Продолжаем работу в прямом эфире. 612-12-939. Телефон прямого эфира. Можете звонить и задавать свои вопросы. А мы, наверное, продолжим. Да. И мы продолжим про герпетические керосифы. И мы говорили о том, что даже много раз пересадки роговицы могут не помочь этим пациентам. И поэтому необходимо, когда мы начинаем лечение, применять не только локальное, но и общее воздействие препаратов. Сейчас их достаточно много. Поэтому, конечно же, при первых симптомах этого заболевания, о которых я вам говорил, еще раз повторюсь, это светобоязнь, это слезотечение, это ухудшение зрения, это боли, это блефораспазм. То есть мы не можем открыть веки. Они сами сжимаются так, что их невозможно открыть. Открыть и ощущение инородного тела при моргании. Вот это все вместе дает нам возможность моментально обратиться к врачу. Если врачей нет вокруг, есть травматологические пункты в двух местах. Это больницы Традо, они железнодорожные больницы, которые, в общем-то, принимают срочных пациентов, и там их диагностируют, и при необходимости даже стационируют. Что касается других вирусов, ну, в принципе, у нас их довольно много. Так вот, коревые конъюнктивиты при заболеваниях системной красной волчанки, при других заболеваниях мы тоже встречаем определенные проблемы. Хотя, в принципе, они мало чем отличаются от вирусных и бактериальных конъюнктивитов. Но все-таки есть определенные отличия, которых все-таки вам надо знать. И, в первую очередь, то, что касается вирусных конъюнктивитов, даже если непонятно природа их, и все-таки мы не можем определить, что же это такое, достаточно пощупать за ушками. И там мы можем найти увеличенные за ушные лимфатические узлы, причем они еще и характерны болезненностью. Вот тогда это стопроцентно доказанное вирусное поражение, потому что при вирусных поражениях очень часто поражаются и лимфатические узелки вокруг нашей головы, вокруг нашего черепа. Что касается бактериальных конъюнктивитов, здесь, конечно, мы встречаем просто целую прияду этих проблем, начиная от дифтерийных конъюнктивитов, и заканчивая стефилококками и стриптококками. Но сегодня мы говорим о вирусах, и поэтому целью нашего эфира сегодня является все-таки предотвращение вирусных заболеваний. И что же надо все-таки предпринимать, и какие меры предосторожности надо соблюдать? Ну, почему осень является тем периодом, когда чаще всего мы встречаем вирусные конъюнктивиты? Второй сезон, когда они встречаются, это весна, это март, апрель. А осень – это конец сентября, начало октября и до ноября примерно, вот такой пик заболевания. Ну, в первую очередь дети приходят в школу. В отличие от весны, когда уже у всех нет иммунитета, то в школу приходят дети, и достаточно одному из класса заболеть, то вокруг, конечно же, появляется масса последователей, которые приносят вирусные заболевания домой, ну, а там их, соответственно, подхватывают члены семьи, родители, братья, сестры, и таким образом все это идет дальше. Поэтому распространение вирусных заболеваний, особенно осенью, это как бы довольно частое явление. Хотя эпидемиологи и инфектологи отрицают наличие, скажем, гриппозных поражений осенью, но открывают сезон где-то в конце декабря, чаще всего, и продолжают до середины марта. Вот, хотя другие вирусные заболевания, они довольно распространены, особенно вирусные заболевания верхних дыхательных путей, вирусные заболевания носоглотки, это вот то, что мы, конечно, встречаем довольно часто, особенно осенью. И оттуда, конечно, вирусная инфекция может переходить также и на, как вторичная инфекция, и на слизистую оболочку глаз. Вот поэтому, в первую очередь, обязательно проявление иммунных защитных свойств организма мы должны регулировать сами. И это надо, в первую очередь, делать при помощи витаминов, которые мы должны принимать. В первую очередь, это витамин С в больших дозах, если вокруг происходит вот эта инфекция. Есть специальные капли, которые помогают защищать слизистую оболочку и роговицу глаз, но в свободной продаже их нет, они только по рецепту, поэтому называть их должны вам ваши глазные врачи, иначе это получится рекламой той компании, которой я бы не хотел сегодня заниматься. И есть капли, которые направлены непосредственно, и мази направлены непосредственно на профилактику герпес-вирусных заболеваний глаз, их достаточно много, и они достаточно активно помогают. Кроме этого, понятно, что все те заболевания глаз, которые у нас есть и от которых мы речимся, это хронические конъюнктивиты, это хронические заболевания веек воспалительные, это и какие-то проблемы, связанные с постоянным применением капель, ну, скажем, как при глаукоме, это и проявление диабета в глазах и так далее и тому подобное, все это вместе, конечно, требует каких-то профилактических воздействий, поэтому надо соблюдать правила общей гигиены, не тереть глаза, мыть руки и надевать маски тогда, когда это необходимо в местах большого скопления народа. Если вы знаете, что у вас есть довольно сложные общие заболевания, и иммунитет у вас снижен. Что касается детей, конечно, дети очень часто подвержены вот этим поверхностным воспалительным заболеваниям, слизистой оболочки глаз и роговицы, и чаще всего это связано с тем, что, ну, кто будет заниматься, скажем, постоянной профилактикой этих заболеваний где-то в школе или в детских садах, понятно, что этим в первую очередь должны заниматься родители, они должны знать своих детей, и довольно часто даже ради профилактики, если в каких-то дошкольных или в школьных учреждениях все-таки есть опасность вот такого массового заболевания, лучше ребенка лишний раз в школу не пустить, чем, в общем-то, он получит потом проблемы. То есть, надо сказать, что, с одной стороны, мы как бы знаем многое о вирусных заболеваниях, но, подводя итог вот сказанному всему, я хочу сказать, что мы только на пороге. На пороге разработки каких-то лекарственных препаратов для борьбы с вирусными инфекциями. Связано это с тем, что вирусы очень часто мимикрируют, то есть, изменяются, изменяются их составляющие, компоненты, и практически найти какое-то одно средство для того, чтобы бороться со всеми вирусами, которых великое множество, не предоставляется возможным. То есть, невозможно создать какую-то вакцину, невозможно создать какой-то иммуноглобалин против всех вирусов одновремя. И это, в общем-то, вызывает определенные трудности. Поэтому мы вынуждены говорить, что мы только на пороге, мы только можем давать какие-то рекомендации по симптоматическому лечению, но, к сожалению, у нас нет этиологического лечения вирусных заболеваний глаз, кроме герпеса. До герпеса у нас, конечно, оружие припасено. Что касается дальнейших проявлений и может ли эти все воспалительные заболевания, о которых я говорил, перейти в хроническую фазу. Вот здесь как раз и скрывается то самое зло, о котором мне хотелось бы сегодня тоже поведать. Всё дело в том, что простые вирусы, как я уже говорил, они заканчиваются в течение примерно недели-десяти дней и никаких следов не оставляют. Но вот если заболевание переходит в хроническую фазу, а этому сопутствуют тоже вышеперечисленные все хронические заболевания, снижение иммунного ответа организма и так далее, вот тогда наступает проблема хронизации, хронического воспалительного заболевания. Это несчастные, конечно, люди, пациенты, потому что у них постоянное чувство дискомфорта глаза, глаза постоянно красные, слезотечение на любое воздействие света. Происходят проблемы с озрительными функциями, потому что на роговице образуются чаще всего поверхностные помутнения, которые мешают видеть. И очень многие профессии, которые доступны этим пациентам, были раньше, они, к сожалению, теряют в этом свою квалификацию. И вот сегодня буквально у меня был на приеме молодой человек, у которого были последствия герпесовирусного кератита, у него были помутнения, и в результате у него была снижена функция зрения на обоих глазах. Он был вынужден щуриться и как бы смотреть больше боком. И у него большие проблемы, он работает в Англии, и у него большие проблемы при устройстве на работу, потому что многие думают, что он принимает какие-то или постоянные лекарства, или он сидит на каких-то наркотиках, или еще как-то. Потому что его поведение такое вот, для того, чтобы лучше видеть собеседника, он должен принимать определенные позы. И это вызывает очень большие сомнения у тех, кто выслуживает его интервью или принимает его на работу. Поэтому с трудоустройством возникают проблемы. Так что все-таки, учитывая хронический воспалительный процесс, мы должны очень внимательно относиться к жалобам таких пациентов и делать все возможное для их реабилитации. Ну, чаще всего в реабилитации, конечно, мы сегодня используем такие способы лечения, как очковая коррекция. Мы иногда можем провести так называемую поверхностную кертопластику, пересадку боминовой оболочкой глаза, или частичную пересадку стромы, то есть основного вещества роговицы, для того, чтобы уменьшить проявление вот этого снижения страты зрения из-за помутнений. Но, как показывает практика, не только наша, но и общемировая, к сожалению, результаты пересадок роговицы, у которых были вирусные заболевания, все-таки довольно часто дают рецидивы и отторжение трансплантата. И связано это, как я уже говорил о том, с тем, что вирусы, а прежде всего вирусы герпеса, поражают роговицу. Они, как называются, очень тропные, то есть они сидят в нервных окончаниях. Все нервные окончания не пересадишь, поэтому довольно часто происходят вот эти рецидивы. — Весь этот процесс лечения довольно длительный? — Ну, процесс лечения, конечно, не то, что длительный. Если происходит хронизация процесса, он занимает чуть ли не полжизни, в общем-то, поэтому довольно требует радикальных мер, и, как я говорил, однозначных методик нет. Вот сейчас мы были на Конгрессе в Париже, там тоже были соответствующие доклады, и мы говорили со многими представителями тех стран, которые сегодня являются пионерами в науке, это и Соединенные Штаты Америки, это и Сингапур, это и Германия. И, к сожалению, до сих пор однозначного лечения вирусных заболеваний ни в одной стране не найдено. И поэтому, так сказать, надо просто прислушиваться к своему организму, вовремя обращаться к врачу и беречь свое зрение, беречь себя от всех заболеваний, связанных с простудными заболеваниями, с вирусами и, прежде всего, теми заболеваниями, которые поражают глаза. — А вот молодым людям легче справиться с этим заболеванием? Или тоже хронизация происходит довольно быстро? — Ну, понимаете, это все зависит от ситуации. Скажем, если молодой человек имеет какие-то хронические заболевания, то, естественно, у него снижен иммунитет, и хронизация происходит довольно быстро. Если же это молодой человек, который активен, который спортивен, который постоянно где-то как-то укрепляет свой иммунитет, то, конечно, там хронизация довольно редка. Но мы еще многое не знаем о локальной иммунной системе глаз, мы еще многое не можем понять в отношении того, почему, скажем, мы навсегда не можем избавиться от вирусной инфекции, несмотря на такие довольно дорогие и активные препараты. Поэтому, собственно говоря, сегодня на повестке дня все-таки стоит, с одной стороны, разработка конкретных фармакологических средств, которые были бы эффективны при таких вот вирусных заболеваниях. И второе – это, конечно, разработка тех средств, которые бы давали возможность профилактики. Раньше у нас были соответствующие препараты, которые помогали все-таки защищать глаза. Это были и иммуноглобулины, и различные виды интерферонов, которые разрабатывались и в Институте микробиологии, и, скажем, в фармакологической промышленности. Сейчас интерфероны запрещены, иммуноглобулины запрещены, просто поскольку считается, что они являются переносчиками чужеродной информации, и это может вызвать как последствия в иммунной системе, так и в онкологии и так далее. Поэтому сегодня их не применяют. Ну и в результате мы сегодня имеем вот такую глубокую и довольно серьезную детализацию и хронизацию всех этих процессов, которые связаны с поражением роговицы. Роговица прозрачная, если что-то случается, то она начинает омутнеть. И тогда, конечно же, снижается и зрение, и снижается ваша работоспособность, и способность выполнять профессиональные обязанности. Можно такой последний вопрос, можно ли обращаться в вашу клинику с этими перечисленными заболеваниями? Да, я всегда вот в эфирах забываю назвать нашу клинику, и где она находится, и телефоны лишний раз перечислить. Ну да, с одной стороны мы, в общем-то, не очень любим рекламироваться, с другой стороны все-таки надо назвать. Итак, это наша клиника, которая называется Глазной реабилитационный центр, он находится в городе Риге, на улице Элизабета 75, тут совсем недалеко от радиоболтком. Наши телефоны 20-01-699-97, 20-01-699-97, и наша почта электронная, atsocenters.lv. Если ваши девушки чувствуют, что ситуация неотложная, может ли быть пациент принят в тот же день? Мы стараемся всех неотложных пациентов принимать сегодня же, и для этого у нас есть дежурные врачи, которые, в общем-то, распределены каждый раз, и несмотря на их общие приемы, они в то же время могут принимать и пациентов, которые не записаны планово, а являются острыми. Конечно, чем острее проблема, тем, с одной стороны, ее легче решать, но, с другой стороны, тем ответственнее должен быть пациент, потому что он должен сам позаботиться о том, чтобы его вовремя осмотрел доктор. Сегодня многие боятся их докторов, сегодня многие боятся все-таки посещать наши медицинские учреждения, с одной стороны, потому что считают, что там зверские цены, с другой стороны, потому что боятся, что им сразу откажут по телефону, и надо будет очень долго ждать. Но я еще раз повторяю, что чем быстрее мы решим остроту проблемы, тем лучше будет и эффективнее будет результат. С финансовой, в том числе. Абсолютно, да. С финансовой это в первую очередь. Профессор Игорь Сталоматин у нас был в студии. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо.